Наверняка после такой проверки остались бы без работы и несколько калининградских предприятий. Как говорится, в чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем. Поля в поселке Нежинское залило навозом. Продукты жизнедеятельности растеклись, угрожая подборье местных жителей. Сюрприз подкинула молочная фабрика. С ней люди конфликтуют уже 7 лет с момента ее открытия. Но сейчас терпению настал конец. У людей загажены колодцы с питьевой водой. В Нестеровский район отправилась наш корреспондент Евгения Курбатова. 29 января работа на одном из Нестеровских предприятий остановилась в середине дня. Из-за попытки журналистов выяснить, почему произошел разлив навоза на Нежинских полях. Андрей, уберите камеру. Камеру уберите, это частная территория. Мы находимся за пределами территории. Это вторая территория. Эти события происходят примерно в 3 часа дня. В общем, экологов и журналистов совсем нерадушно приняли на территории молочного предприятия. Но начнем по порядку. Утро 29 января. Поселок Нежинское, или как его зовут в простонародье, хутор Рыбкино. Мороз и солнце день чудесный. И чудесный он именно потому, что здесь такие морозы. Иначе быть мне по колено в навозе. Собственно, вот он. Ровно полмесяца назад на предприятии в Нежинском поселке прорвало, предположительно, трубу. И оттуда вытекли в окрестности фекалии. И только эти холода спасли хозяйство местных жителей. Жижа на огородах и пасеке схвачена льдом. Так что неприятный аромат не потревожил спящих пчел Василия Ромашова. Иначе чистоплотные насекомые устроили бы настоящий бунт, уверен пчеловод. Я приехал сюда, смотрю, здесь ровются, эти два экскаватора работают. Вот канал обводной роют. Тут, ну вот, вот отсюда была жижа навозная. Василий Акимов уверен, продукты жизнедеятельности коров попали и в местные колодцы. Воду из источников брать больше нельзя. Она стала желтой и пахнет неприятно. Была вода у меня нормальная такая. Отрезали водопровод, колодец сделал, колодец затопили мочой. Перед окном вот эта лужа, которая стоит, она течет годами. Среет дом, влажная сырость в доме. И приходится теперь мне, так как вода попала уже в колодец, мне приходится за два километра ездить за водой. Местные пытаются найти в этой ситуации хоть какие-то плюсы. Говорят, теперь картошку смогут сажать в землю, предприятие знатно удобрило. Но не тут-то было. В чистом же виде коровьи навоз и жидкие фракции навоза являются веществом загрязняющим, веществом опасных и в высоких, опять же, концентрациях. Может негативно сказаться на здоровье населения и на эпидемиологической ситуации, потому что все это происходит достаточно бесконтрольно. Сотрудники предприятия, которое содержит коров, комментировать ситуацию не стали. Во время нашего приезда, а на часах 11.00, стало известно, что у начальника рабочий день уже закончен. Он сказал, сказали, уехал он. Вот это самое. Ну, возможно, через второй пост уехал он. Так, примерно к трем часам дня, все руководство загадочным образом испарилось. Отдуваться пришлось тем, кто рангом пониже. Вы подтверждаете, что было? Нет. Зоедете в отдел полиции, там вам все поясняют. Просто здесь вам никто поясняет, не дает, потому что некому. Почему некому? Кто-то в отпуске или что-то? Никого нет, руководители сейчас. Давно их не поясняют, сейчас нет? Да. Как давно не поясняют. Зеленых такой поворот событий не удивляет. Они уже сталкивались с аналогичными случаями в Багратионовском, Гусевском и Правдинском районах. То есть там, где расположены крупные животноводческие предприятия. Калининградские экологи уже отправили обращение в Роспотребнадзор и Россельхознадзор по разливу Нежинской молочной фабрики. Результаты расследования появятся через месяц. Уберут ли до тех пор фекалии с полей? Вопрос нерешенный. Евгения Курбатова, Дмитрий Кулабухов, Служба новостей. Об экологической ситуации в сельском хозяйстве региона мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии Олег Иванов, председателем экологической общественной организации «Зеленый фронт» в Калининграде. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Мы неоднократно в новостях рассказываем о том, что предприятия нарушают требования санитарные и ветеринарные. Я знаю, что только в прошлом году активисты «Зеленого фронта» порядка 300 нарушений выявили природоохранного законодательства. Такие суровые правила игры, что предпринимателям нереально по ним играть? Или все-таки это простое нежелание тратиться на те же очистные или качественную переработку отходов? На самом деле требования, предъявляемые к соблюдению экологических норм в Российской Федерации, они действительно достаточно жесткие, суровые. Но любое предприятие, которое планируется заниматься тем или иным видом деятельности, оно обязательно должно это учитывать и работу свою устраивать таким образом, чтобы был определенный баланс достигнут и деятельность не вредила окружающей среде. К сожалению, как показывает практика нашей работы, в Калининградской области зачастую предприниматели идут по тому пути, чтобы сэкономить, чтобы где-то на близлежащих территориях складировать отходы, в том числе и биологические, если мы говорим о каких-то сельхозпроизводителях. Конечно, так быть не должно. Более того, Калининградская область граничит с европейскими государствами, где само обращение с отходами и соблюдение экологических норм находится совсем в другом состоянии. Там это соблюдается, потому что те требования, которые установлены законодательством Европейского Союза и рядом европейских государств, за их невыполнение следуют жесткие санкции. К сожалению, у нас даже в случае, когда выявляются нарушения, не всегда принимаются адекватные меры. Олег, чаще всего жители с какими жалобами к вам обращаются? Вы знаете, жалобы совершенно разные. Более того, в некоторых случаях, даже, может быть, какие-то привычные ситуации. Там повалил из соседнего предприятия густой черный дым. Такое бывает периодически. Кто-то к этому привыкает, кто-то с этим мириться не хочет. На самом деле, это правильная гражданская позиция. И ряд нарушений, с которыми мы сталкиваемся, это и сбросы в водные объекты. Это и выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. И, наверное, одна из больших, крупнейших у нас проблем – это сфера обращения с отходами. Потому что у нас вроде как существует региональная программа, но, тем не менее, у нас еще нет ни одного полигона, который вот именно полигона по утилизации твердых бытовых отходов, который бы отвечал всем требованиям, которые предъявляются к такому типу сооружений. Построено, конечно, сооружение в Барсуковке, но там у нас в том числе тоже к нему есть определенные вопросы. Что касается именно предприятий, вот жалобы от местных жителей, на что поступать? То, что я знаю, что это скотомогильники у нас есть несанкционированные, еще какие темы поднимаются? Ну, это не совсем даже к предприятиям. Что касается скотомогильников, у нас ситуация такова в области, что используются те сооружения, которые были построены еще в прошлом веке, где принцип утилизации был достаточно простым, просто биологические отходы захоранивали в грунт. Сейчас, опять же, требования иные, в том числе требования не только по самому механизму утилизации, но и как эта территория должна охраняться, то есть обязательно забор не меньше двух метров высотой и все прочее. Вот у нас в Калининградской области, опять же, более 100 таких объектов было по состоянию на 2007 год. Официально оставили чуть больше 10, но даже вот эти вот чуть больше 10 сооружений, они не соответствуют требованиям. Мы периодически обращались в надзорные органы, например, в Полесском районе, в Саранском сельском поселении, еще в 2012 году, мы несколько раз к властям обращались, в итоге сами купили замок и повесили для того, чтобы предотвратить доступ животных, как домашних, так и диких, чтобы просто элементарно не распространяли и не возникало угрозы нарушения пневмологической ситуации. С Вашей помощью удалось какие-то спорные моменты довести до суда или вообще до логического конца? Ну, на самом деле, до суда это уже такая совсем крайняя степень, когда государство в лице надзорных органов расписывается в собственном бессилии. Ну, в каких случаях удалось помочь тем же пострадавшим местным жителям, да и самой природе? Поселок Корнево, там жители, это Багратионовский район, были недовольны соседством со свалкой, вот она была реквидирована. Вот, конечно, потребовалось непосредственное участие губернатора Калининградской области, им нужно было выехать и увидеть все это. До этого, в течение нескольких лет, ни одна проверка не видела вообще никаких нарушений, хотя об этом заявляли. По реке Лесной было все в Калининграде, были и суды, были всевозможные обращения, федеральные в том числе органы. Однако, вот в данном случае отлично сработала прокуратура, которая действительно установила основной источник загрязнения, крупное предприятие, которое занимается переработкой мяса птицев полуфабрикаты. По экологии сельского хозяйства Багратионовский, Правдинский район, Гусевский район, где существуют крупные свинопроизводства, там тоже были приняты меры административного воздействия. Но, к сожалению, опять же, штрафы не столь велики, и крупные предприятия с крупным оборотом могут себе позволить достаточно периодически нарушать экологическое законодательство. А почему, даже не считая, не берем в рассмотрение штрафы, вообще не можем достучаться до той же прокуратуры, чтобы хоть как-то наказать вот этих вот нерадивых предпринимателей? Во-первых, отсутствует система координации между различными органами. Контролирующих органов у нас очень много. Каждый из них может сработать только в какой-то части. Чаще всего, когда проводится комплексная проверка при участии прокуратуры, тогда каждое, так скажем, из направлений охватывается. Но даже, если говорить об исполнении полномочий тем же правительством Калининградской области, мы один из немногих регионов Российской Федерации, где не существует соответствующего министерства. В структуре правительства есть только служба по экологическому контролю надзору, у которой весьма скудные возможности и полномочия, в том числе и штатное расписание. И самое главное, нет возможности эффективно взаимодействовать с населением и с другими надзорными органами. По вашему мнению, что тогда нужно, чтобы наши сельхозпроизводители стали безопасно и рационально использовать природные ресурсы? Это создание какой-то службы или что? Или еще больше закрутить гайки? Гайки, опять же, для того, чтобы закручивать гайки, нужно иметь соответствующие полномочия. На настоящий момент, что касается регионального экологического надзора, нет просто возможности все охватить. По тому же сюжету, который был по поселку Нежинское, сотрудники службы узнали только из сюжета на телекомпании «Каскад», о том, что существует такая ситуация. Но о чем здесь можно говорить? Просто отсутствует взаимодействие, и чаще население обращается даже к нам, чем в правительство, с такими проблемами, и мы уже вынуждены привлекать сотрудников региональной власти. Хорошо, Олег, спасибо большое за беседу. Я напомню, у нас в гостях был Олег Иванов, председатель экологической общественной организации «Зеленый фронт» в Калининграде. Мы продолжаем выпуск.